Доброго дня подписчики и зрители канала, с вами Трофим, работаем по реборну дальше. Так, метро там, солянка, все будет, просто еще одну давайте уже серию, так как в прошлое я уже что бы показал вам, и Велес как тут забрать. План действий таков, то есть мы здесь почистили, АКМ забрали, да, ну руины деревни, я не знаю, воевать. Сейчас в принципе если гравию возьмем, у нас вес прибавится, можно почистить точечки, чтобы дабы копеечку поднять побольше. Или же нет, сделаем вот что, ныряем, сейчас забираем детектор, снимаем гравий, здесь потихонечку двигаемся, заходим, стоянка под насыпью, посмотрим, что там творится, я уже подзабыл, может там какой хабарок, тут где-то винтарь был, винтарь был хороший, но его по-моему надо прежде чем его снимать там, дабы тайничком он отобразился. Тайник я забрал здесь, помните, был, там бутылка водки и дробь, ничего такого цена. И потом у меня предложение такое, идем на северный хутор, чистим его от волков и проводим вот квестовый персонаж, видите у нас значочек, девочка стоит, ждет нас. Ну не то, что ждет, пообщаемся, познакомимся с ней и сопроводим ее до пункта назначения, туда, куда ей нужно, так сказать, как телохранители поможем ей пробраться через болото. Ну и потом, такой план действий на серию, думаю, нам хватит. Сейчас первым делом снимаем хлопчики, это, детектор, пора бы нам уже обзавестись хорошим детектором. Здесь вот проходим, можно, наверное, сразу, сейчас я так, чтобы вам наглядно покажу, где он там находится, дабы его видно. Его здесь надо аккуратно снимать, так, тут радиация не бьет, мин никаких нет, я вот не помню, не, мин нет. Все, здесь присаживаемся и здесь аккуратненько продвигаемся в самый угол, вот сюда встаем, и вот смотрите, я бинокль, вот он лежит, и вот он, да, мы двигаемся и как бы снимаем сейчас. Тихо, тихо, я его не снял. Так, все, так, чтобы, блядь, его иной раз так получается, вот он, все, все, сняли. Сразу же ставим его. Блядь, блядь, ни хера его не снял. Приловчиться еще надо, чтобы снять. А он, в принципе, не сложно. Не сложно здесь снять его. Все, сняли. То есть, где он, вот он. Сразу же его ставим в этот, в слотик и активируем. Ну, не активируем, то есть берем в руки с вами. Так, а, у меня он, так, контроль. То есть, появляется артефакт, как вы видите. Сразу же, ну, то есть, хороший артефакт, под названием гравиш. Он нам дает с вами, пацаны, радиацию минус 2 и плюс 100. Ну, теперь, то есть, и по хабару нам хорошо собирать его. И, соответственно, вес, да, прибавило. Соответственно, можно чистить болото, блядь, на это. По полной программе. Ну, мое предложение такое. Сейчас идем здесь, проходим в стояночку. И на северный хутор спасаем за руку. Не то, что спасаем, а. То есть, выбиваем волков, собираем хабарок и проводим девочку до дома. Ну, не до дома. Там ее хлопчики ждут нам в определенном месте. Бойцы, так сказать. Ее надо будет нам сопроводить. Давайте, наверное, монстрадав поставим. Монстрадавчик. Химерку там мне еще пришлось привалить, блядь. Сейчас она нам уже не помешает. Ну, когда тайник снимал, здесь же, помните, тайник был? Там, блядь, химера нарисовалась. Пришлось ей всадить. Да там такой тайничок, еще раз повторяю, не особо. Так, ладно, побежали. Сейчас мы посмотрим, что у нас в этом. Там, где вагончики. Возможно, получится снять этот. Как его? Получится у нас снять винтарь. Где он там находится, я не помню. Но, по-моему, дабы винтарь этот снять, надо прежде, может быть, чтобы чисто небовцы к нам уже были. То есть, более дружественные. Все задания. Вот сейчас после АКМ, скорее всего, уже не по зелененьким местам. Сейчас они у нас такие, видите, как бы нейтральные, желтенькие, значочки. Вот, видите, химеру пришлось свалить. А, кстати, и взял я у нее, смотрите, что покажу вам. Красота какая. Сердце химеры. Можно есть, если есть антироат. То есть, трудно достать, но есть одно удовольствие. Сердце качество. Качество по восстанавливающим свойствам. То есть, можно кушать все эти запчасти на костерке, под водочку. Подпитываться, так сказать. Понимаете смысл? Вот, что мы и будем делать. Дабы же еды у нас нет, бля. Еды у нас нет, по минимуму. От голода он здесь подыхает. Ну, то есть, можно помереть. Вот будем запчасти мутантов. Под водочку. Водочка снимает антироат, бля. На костерке, под гитарочку, бля. Сердце химеры замаламурим, бля. С удовольствием там супец такой небольшой сваргань. Потом, позже, бля. Сейчас снимаем это. Стоянка под нас. Вообще, надо сохраниться. Все, сейчас двигаемся. Спасаем зарпу. Выбиваем волков. Там повоевать. Так, сколько у меня патронов? У меня патрончиков там не так много. Кстати говоря, я хочу заметить. Понимаете смысл? Ладно, посмотрим. Так, что здесь у нас? Что здесь? Кстати, вот здесь вот при выходе иной раз можно застать наемников. Имейте в виду. Ну, вы там, кто при минимальных настройках будет играть. Здесь вот они потом двигаются с этой стороны. Так, потихонечку идут по болотам. И тут еще чуть-чуть задерживаются. Можно успеть там распродать. Ну, для тех, кто будет проходить. Если вдруг желание у вас возникнет. Ну, я имею в виду. Видите, тут поменялась такая атмосфера. То есть, приближаемся. Вот здесь вот товарищи будут двигаться за аркой. Когда девушку проводим. Так, а ну-ка. Тут никакого хабарка у нас нет. Давайте проверим. Что я там взял? Что-то взял. Гранатку, да? Ясно. Блин, ну где ж тут винтарец шрама, пацаны? Кто мне скажет, а? Винтарь шрама, блядь. Понимаете? А, вон он он, ёпта. Вон этот. Но он не факт, что он там сейчас будет. Еще раз повторяю. Надо, дабы его снять, мне кажется. Вон, видите? Как бы рюкзачок. Дабы винтарь этот снять, пацаны. Нам с вами, блядь. Надо, чтобы он активирован был. Понимаете? Просто так хрен мы его снимем. Вот, видите, пустой. Да. Ладно, хорошо. Есть такое подозрение, что этот винтарь появится чуть позже. Пойдемте спасать зарп. Не спасать, то есть выбивать волков и проводим. Тишина вроде, да? Так, ну в стволе у меня патрончиков немного. Сейчас будем работать аккуратно тоже. Попробуем, по крайней мере. Не, ну потрясающая атмосфера. Вы посмотрите, что зона творит. Просто нечто такое. Не описую. Не описать, блядь, не в словах сказать. Да, или как там говорится. Вертолет тут круги нарезает. Мешает мне этот вертолет. Так и хочется РПГ достать до снятия. Его можно на кордоне убрать красиво. Но этим мы займемся. И на кордоне там поработаем. Все, пацаны. Достигли мы цели. Сейчас что делаем? Ну давайте поработаем. У меня в принципе, смотрите, 300 патрончиков. Есть на печи, нет. Но единственный минус, как вы помните, хлопчики. Не, ну то есть на прицел мы не сможем взять под мушку. Но, учитывая, как проходили ОГСМ, помните, мясорубка серия. Там я работал, у меня на стройке. И без этого у нас все прошло красиво с вами. Так, ладно, это отвлекся. Давайте вначале с калашиком поработаем. Вообще осмотримся, кто там есть, кого там нет. И отстреляем этих сволочей. Так, аномальная зона. Прошел прям по аномалии. Тихо, хлопцы. Бежит, бежит, падла, а. Кто такой? Так, есть предложение. Тихо, не спеши. Обойти всю эту... Всех этих сволочей из косогорчика их с пригорочка там отстрелять. Пойдемте, так и сделаем. Надо было, наверное, СВД все-таки взять. Как вы думаете? С СВД куда-то подручнее прикладывать. Удобнее было бы, конечно. Ага, вот здесь где-нибудь припаркуемся. Аккуратно. Падлы такие, а. Зарка-то там стоит у нас. Зарочка стоит, дожидается. Девочка наша. Вон она там припарковалась. Так, ну-ка, кто там? Сейчас по одному снимать будем. Ладно, хлопцы, сейчас разберемся. Баты, блядь. Ну, где вы там, падлы? Надо... А, стойте! Что, что там? Российский спецназ, блядь. Ну-ка, пойдемте перетрем. Они что там, волков всех повыбивали? Так, стоп, а спецназ сейчас вражеский к нам не станет. Они волков уже здесь всех попережмурили. А я тут круги нарезаю. Посмотрите, какая красота. То есть, можно вертолет. Вы поняли, да? То есть, вертолет-то мы видели пролетал. Он их здесь высадил моментально, бля. Вы посмотрите. Всех хлопчиков они пережмурили. Я тут круги нарезаю. Ну, это замечательно. Просто великолепно. Нам же меньше работы. Здорово, бля, батя. Не батя, а рядовой Бобров, бля. Салют доблестной российской армии. Не пережимай. Ты и правда нам рад. А до салютов тут еще далеко. Как обстановочка-то? Без обид, боец. Запрещено нам язык распускать. Ха, ваши украинские коллеги порассказали бы и того, чего сами не знают. Так, ну-ка, тихо. Я там от радиации, бля, пока с ним общаюсь. А, это, наверное, жрать уже лучше. Ладно, сейчас посмотрим, если что съедим. Ну-ка, с этим пообщай. Что нам расскажет? Так, браток, этот постаршой будет. Капитан Ковальчуг. Ну, привет. Тут, говорят, у полтергейстов свои размножения. Сезон размножения начался. Будь начеку. Привет спецназу. Здравия желаю, боец. Что понадобилось? Да, хотел узнать, что тут происходит. Не верено нам распространяться на эту тему. Уши вон на вас три по льбу. Слышишь? Вот это самое тут и происходит все время. Вовремя нас сюда бросили. Такое месиво у всех этих так называемых кланов. Просто война. Ну, ничего. Всех тут научим строем ходить. Хорошо бы. Хватит тут уже всяким ублюдкам, мужикам кровь рекою лить. Короче, любовь победит. Ну, че, как ты, бедолага, в гроб краши? Может, махнемся чем? А ну-ка поторговать, если бы. Это, смысл в том, что, помните, что нам говорилось? Вспоминайте диалог с башней. То, что в зону будут направлены отряды спецназа. Помните, да, эту информацию? Если, блядь. Ну, спецназу водка не нужна. Не, ну ладно, одну не будем наглеть, бутылочку оставим. Так тоже не серьезно. Правильно, пацаны? Так, тихо там ствол. Да, волков они здесь всех положили, посмотрите. Так, водку, водку давай. Гранатку заберем. Сейчас пойдем девушку проводим. Волков они здесь всех попереклали. Сейчас патрончиками разживут. Замечательно. Все, теперь можно идти. Так, ничего здесь больше ценного нету? Сколько денег мы снимем? А, вы посмотрите. Сколько мы снимем бабла? Блядь, в аномалию кляпался. Так, сержант Бобров. Или как там тебе величать? Рядовой Лаврик, блин. Не, ну интересно, конечно. А я уже подзабыл. Да, они ж тут спецназ выкладывают. Ну, то есть, высаживают. Вы посмотрите, как нам подфартило. Да, спецназик моментально все здесь почистил. А мы с вами, блин, сняли хабарок. Все, пойдемте. Хватит нам здесь. И так поживились неслабо. Сколько я хабара поднял. Немерено стволов этих. Не будем, так сказать, жадничать. Побежали к девочке к нашей. Сопроводимую. Где она у нас? Вот она стоит. Сейчас мы прям... С дробовичком, наверное, двигаться будем. Где-то здесь она у нас. А, вот. Так, где-то... А, не-не-не-не-не. Вот здесь. Вон она, дорогая. Вы посмотрите, какая красота стоит. Так, спрячем ствол, чтобы не напугать. Ну, хотя она сама кого хочешь напугает. Смотрите, какая девочка. Так, приветствую тебя. Незнакомец. Видите, заркоза. Какой-то... Ну-ка, вспоминаем книги. Незнакомец. Заблудилась я тут у вас немножко. Кругом вооруженные люди. Это важный персонаж, кстати. Какие-то... Какие-то. Не проведешь меня? Да без вопросов. Все, давайте сейчас в тишине. Ну, все, погнали. Все, зона успокоилась. Смотрите по небу. Я устанавливаю. Все, я fragаюсь. Продолжение следует. В полноестрंangle. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я не приеду! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА данного мода прям по радиационным все путь сейчас подошли сейчас подошли ну по секунду пробежимся не знаю я сохранился вообще то есть получится ли потом загрузить или в любом случае так тихо-тихо тут надо аккуратно она ведь и насторожилась я уже сдыхаю и мой черный русский на самом так сказать интересном месте я начал задыхаться мало ли муж какая падла тут по-моему псевдо собака должна была быть я помню о тихо винторез это чё винторез откуда он здесь нарисовался так ладно нам сейчас не до винтореза собачки не было как винторез нашли замечательно просто великолепно но тут винторел винтарь шрама вот зарка спасибо тебе не знакомиться я благодарна тебе если наши пути еще пересекутся я и мои воины поможем в трудный час а зовут меня зарк понял почему-то страшно захотелось чтобы поскорее наступил какой-нибудь час потруднее ну все они пообщались сейчас давайте их проводим то есть вон видите ребята зарка и два хлопчика сопровождающих сопровождают такие бойцы тоже такие серьезные с грави блять этими чё там у них за стволы такие ребята серьезные пацаны честно вам говорю мы с ними еще по встречаемся давайте их уже проводим до конца час они вниз туда переходу и потеряются мы уже по своим делам потом пойдем я понимаю интересно кто же ты такие что это все потом узнаете смотрите и все будет ясно все они сейчас должны до камешков дойдем они пропадут уже до конца и чтоб я был уверен все замечательно прошло давайте ребята счастливого пути все свар сработал типа выброса момент так что это говорит о том что типа того что они прошли удачно зарочка дорогая тоже там проскочила все и зарочка проскочила то есть они прошли вы поняли да вот этот момент всплеск зон говорит об этом так ну зарочка зарочкой давайте думать что дальше нам делать короче погнали ка мы домой пацаны прежде чем всего мы блин ну где же этот винтарь шрама ну скорее всего в том рюкзачке просто он должен как бы активирован быть как тайник правильно все здесь я наверное сохранюсь он должен как тайничок быть активированы тогда только так хочу меня по винторезу съесть патрон винторезик нашли ты постри какая рада красота так по идее по идее с болотами мы закончили с вами здесь нам ловить уже нечего можно как бы работать дальше но еще раз повторяю у нас здесь куча аномальных зон и вообще здесь можно разживиться так сказать и копейку поднять и так далее пойдемте вначале с к себе вернемся на заставку не на заставу туда чисто небовца распродадим все и сдадим квест так где этот ствол который мы брали акм вот квестик то надо все-таки сдать же на все детектор на руках грави на руках все самое необходимое мы сделали зарку проводили зарочку проводили идем до дома до хаты отдохнем поспим борще сварим у нас есть с вами сердце химерами там володька володька не володька кто-то мне не знаю как назвать товарищ он лишь даже зона смеется не володька петруха мне уже поварешку приготовил сейчас нашинкуем травы болотными и борщ измер за маломорием сердце химеры пацан и под водочку с пацанами на махню водочка будет как бы радиацию сбавляет такой радиоактивный борщец будет у нас и потом уже будем думать как же нам проходить данную модификацию это здесь мы так сопли жуем на баллонах вы чем сопли сопельки так пожелывая проходи прохождение только начинается ребятам а вот как дальше мне действовать я сейчас еще пока в размышления не не познать зачем я туда и сейчас я воевать придется воевать пока я не хочу пойдемте здесь про сопельки пожелали и будем потом думать то есть наша задача с вами вариант выбрать как же нам пройти или на кордон двигать или же мне вы писали помните бляда тут же радиации у нас вот антирадин есть водочка есть всего навалом все сейчас идем до дома помните вы мне рассказывали ну-ка в коментах отписали то что есть переход я вам говорил что на дереве был переход на я не помню куда а вот он как раз таки кидает или на свалку или на через да он опасный переход на через нам вообще нельзя появляться раньше времени там выручать стрелка блять нам еще до этого тысячу лет тысячу землю туда нос свой длинный лучше не сувать да вы не 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 это не запороть все прохождение а нам надо с вами появиться на свалочке вот там это дерево если конкретно красиво прыгать можно появиться на свалочке и снять первый кпк там где в подвале понимаете какая красота то есть такое своеобразное прохождение невзирая там на кордон никуда не идти на сразу же моментально со свалочки снять кпк мне первую потом можно вообще дернуть на склады мне поработать там понимаете смысл а тут наверное артефактов пачка ну-ка мля да вон уже вижу сейчас пока не снимая этим мы займемся позже идем до дома до хаты как я и говорил ох ты какая аномальная зона вы посмотрите а красота какая а там он инопланетные объекты туда сатинного летает я вам точно говорю если так понаблюдать я уже запутался пока тут вам все рассказываю запутался куда иду я вообще неправильно двигаю это чё я хотел сказать то есть надо подумать мне на досуге потом как же все таки я видео снимаем не забывайте а это налагает некую ответственность на меня он эти но объекты появляются и говорю тут инопланетная цивилизация еще вмешалась этот астральную форму создала помимо зон с собой с собой после выброса на через они что же там объекты были вы понимаете вы чё перед вот вспомните сейчас в японии чё было сколько объектов они видели до перед взрывом перед вот этой аварией также и на чесу 8 когда 80-х 6 или какой-то тоже там эти объекты всем находились бы тут они оформили свою жизненную форму такую и заковали внутри магнитическую вот мы тут и находимся с вами да это я так просто для отвлечения не обращайте внимание пацаны но в принципе и такой вариант можно допустить так мы дойдем вообще когда-нибудь до базы посмотри какие просторы я вот только что видел там англо объект пролетел пролетал точно я вам говорю такой красный наверно тоже обратили давно так а нам знаете чё еще надо бронь нарастить но мы потом экзоскелет с вами как бы у нас появится чуть позже просто надо повременить чуть-чуть ты чё тут так где я нахожусь вообще бля в самой жопе какой-то а это ж фарпост то уже говорю видите как красиво так интересно сделай можно ходить где хочешь то есть зона как открытый организм но она тебя обратно вернет в любом случае если ты там захочешь куда-то пройти далеко слишком она-то тебя вернет это факт тут кстати мутанты не нарисовались по новой то есть спаун не произошел это всю водку выжжу я пока буду тут ходить с вами надо поменьше жрать у меня и так радиация минус 4 она в принципе и сама спадает так теперь нам сюда да пробежимся да я бегаю витеб не так это то есть у нас перегруз с вами много я хабара набрал но зато сейчас копейку подыли копеечку подыли пока с болот не уходим давайте поживимся такое полномасштабное все-таки прохождение ребята я решил сделать полномасштабное прохождение в том плане что не то что быстро вам показать как проходить этот мод а так словно я сам играю полномерно понимаете смысл вот то есть соответственно если я полномерная игра я бы естественно здесь еще по побегаю на болото мать артефакты поснимая хорошие как вы помните это много хороших артефактов аномальных зон до сдыхаю же конечно 100 столько нести на себе столько тащу на себе вы посмотрите и и надо мне потом на досуге обязательно подумать как же нам за сюжет взяться так чтоб корректно все шло наверное мать рискнуть что-либо проходить так как я не проходил но это мать чревато конечно чревато потому как знаете вы не думайте что бы я в любом случае можно здесь вляпаться так что вообще этот мод не пройдете то есть просто не пройдете не в лиманск не попадете ничего там не найдете выход запутаетесь так что мама не горюет я вам точно говорю здесь надо с умом подходить но это я уже потом сам отдельно определюсь это я уже сам отдельно определюсь давайте сейчас посмотрим сколько подождите мне вот интересно когда же этот тайник появляется по винторезу шрамом по винторю шрама там он должен быть в этих вагончиков а а хлопчики а вот здесь вот у нас переход на дереве вот этот переходик вон на том дереве где стариков сидит ну новиков стариков без разницы там где ремонтируют наворачивает стволы вон на том деревце есть переход этот переход меня очень интересую так это я уже а это в бтр сел да ну тут можно в бтр садиться если чё имейте ввиду ну-ка да то есть если двигаться будет так ну замечательно что тут скажешь давай 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 мутантики ходят расслаблены пойдемте первым делом где у нас гаваец гаваец здорово братан ты так колом он уснул видите уснул как мы с ним говорили так он здесь и уснул давай ну что держи вот вернул то что ты просил спасибо very good jobs хорошая работа ну-ка чё еще ладно все да все в принципе так а отлично позеленели видите чисто не было позеленели кое-какие то так ну-ка ну-ка подожди-ка блять а где же этот тайник это надо может выкупать у холода что ли мне или где этот винтарь шрамом да ладно у нас есть вон винтарь свой да мы нарыли какой-то там винторезе обещаю ништяков подгони 1700 будешь неподалеку заглядывать ну давайте так печенек новенький наверно надо оставить что ли вот эти гранаты я продаю это шалупени не гранаты вот эти f1 если только все стволы эти скидывая разрядиться разрядился я да так что нужно сбрасывать смело вот эти вот сузу знаете сколько денег бы нам подогнал подогнали бы наемник если весь этот хабарок мы распродали так но этим я тоже пользоваться распродали им то есть моментально сумму подняли хорошие да гроза мне тоже не особо нужно разрядиться я разрядился да все торговать так что это ребята на болотах еще побегаем там несколько серий по артефактам почисти меня так еще больше раз живу дробь дробь обязательно всю скупая как можно больше дроби нам необходимо так ну что все вроде да что у нас пойдемте борщецкий варить холоду он уже поварешку заготовил там с петрухой на кухоньку сейчас борщецкий водочку отдыхаем потом дальше идем путешествовать все давайте здесь сохраняемся и уже в следующей серии продолжим еще пару серий подвигаемся по болотам давайте все таки по полномасштабное у меня прохождение понимаете не то что вам показать я сам играю наслаждаюсь ну плюс соответственно видео снимаю поэтому еще чуть-чуть задержимся а потом я подумаю как нам сделать или на кордон или через дерево на свалку другой путь проложим не зря жмот называется reborn another way другой путь вот мы и проложим с вами другой путь все всем удачи с вами трофим оценивайте серии увидимся в следующих выпусках всем пока